Вы Макрона вспоминали, вот Ройтер сейчас пишет, что Си склоняет Францию к противодействию США. Уже сказали журналисты, как роскошно принимала Макрона Си Цзиньпин, как все было отлично, как хорошо. Как думаете, позиция Макрона сегодня какая? И вашим, и нашим, куда он смотрит? Ну это типично не только Макронов. Французское руководство всегда таким было, начиная от Деголия и кончая сегодняшним Макроном. На них надеяться нельзя ни в коем случае, на французов. Они всегда были, вот как вы правильно сказали, и вашим, и нашим. Поэтому здесь, конечно, Си пытается использовать политику разделяя и властвуй. Обратите внимание, какая была реакция на выступление Урсулы фон дер Лайн, которая была вместе с Макроном, и на Макрона. Какие разные взгляды, какие разные разговоры идут. Поэтому Макрон, конечно же, как и следовало ожидать, ничего не добился. Об этом пишут даже французские средства массовой информации. Лемонт, например, пишет, что с пустыми руками вернулся. Точно этого следовало ожидать. Поэтому Си, конечно, играет игру на истощение обеих стран. И Америки, и России. Я говорил об этом, прежде всего, повторю еще раз. Главным бенефициаром войны в Украине является Китай. Он жаждет, чтобы истощились и Россия, и Америка. Но он очень хочет, чтобы Россия еще кое-как, но держалась. Почему? Китай не хочет иметь демократию на севере. Он не хочет, чтобы режим Путина исчез, и демократы пришли к власти. Хотя их там и не видно. Там никакой оппозиции нет, и выступлений как таковых массовых нет. Поэтому говорить о том, что с уходом путинского режима будет демократия, нет пока никаких оснований. И тем не менее, Си очень обеспокоен. Почему? Вот этот мощнейший удар, который получил Путин гаагским трибуналом, который выдал ордер на арест, он может коснуться и самого Си. Он просто в одну секунду представил себя. Знаете, мишенью этого гаагского трибунала. И не зря он уничтожает этническую группу в лице, многомиллионную, в лице уйгуров. Это мусульман китайских. Он уничтожает своих оппозиционеров, которые исчезают в момент, и никто не знает, где они. У него в действительности наблюдается напряжение межэтническое, а Китай имеет десятки этнических групп. Многое другое, где он проявляет себя диктатором, тираном. Это все фиксируется на Западе. И в один прекрасный день все это может быть обращено против него тоже. Поэтому, с одной стороны, он решение Гагского трибунала об аресте Путина воспринял позитивно. С той мыслью, что Путин нагнулся еще больше после этого. Он становится более податливым по отношению к Си. А с другой стороны, он подумал, ого, это может и меня коснуться рано или поздно. Поэтому, соответственно, строит свою стратегию. И политика, разделяя и власть, и по отношению к Европе и Америке, она была, есть и будет. Поэтому в этом отношении, я как гражданин Америки, давайте забудем мои партийные ориентации. Я вам скажу одну вещь, что, к сожалению, очень много ошибок допущено администрации Байдена за эти два с половиной года. Вот сегодня мы с вами свидетели как раз того, что не должно иметь места по отношению к Тайваню. Я в этом виню и республиканцев тоже. Например, зачем сейчас нагнетать обстановку опять вокруг Тайваня? Вот этого нельзя было делать. Вот то, что Байден потерял момент в самом начале войны, вместо того, чтобы подключить Китай к антипутлеровской коалиции, это было бы не так просто, конечно, но можно было бы. Там масса рычагов была. Вот он упустил момент, и сегодня, обратите внимание, Си плевать хотел и на Европейский Союз в лице Урсулы, и на Макрона, но у него в уме Америка, потому что он считает, что они являются ведомыми Америкой. Именно с Америкой он хочет говорить обо всем, а встречи как не было, так и нет. И беда в этом, опять-таки, администрации Байдена. Почему? Да потому что сегодня нет более важной мировой проблемы, чем война в Украине. О каком Тайване? Зачем нагнетать эту обстановку с Тайванем? Зачем? Зачем? Вместо того, чтобы уговорить Китай, обещать, слушай, мы не будем поставлять оружие, мы не будем нагнетать обстановку между Тайванем и Китаем, при одном условии, что ты не будешь угрожать агрессии против Тайваня, это первое. Второе, давай закончим войну в Украине, так как должно быть по справедливости. Агрессор пришел, агрессор должен уйти. Вот до этих границ, границ 91-го года. А вот потом мы сядем с тобой, будем вести переговоры, как будем вести себя дальше. Тем более, это две крупнейшие экономики мира. У нас глобальные проблемы. Это проблема с пандемией, она ниоткуда не ушла еще, она есть в самом Китае, она есть в самой этой немытой России, она есть везде. Поэтому и более того, эксперты говорят, что ожидается волна новых видов вирусов, новые виды пандемии, к чему мир не готов. Вот, пожалуйста, война с тем же COVID-19 показала, что мировое сообщество оказалось не готовым. И, как говорится, с колес приходилось разрабатывать новые виды вакцин. А сколько? Более 6 миллионов погибло из-за этого COVID-19. В одной только Америке больше 1 миллиона погибло. Поэтому все это говорит о том, что сегодня много вопросов, которые бы нас бы объединили с Китаем, сели бы за стол переговоров. Вот этого, к сожалению, нет. И чем дольше мы тянем, Америка, я имею в виду Байден, тянет с отсутствием прямых переговоров с Китаем, тем хуже, прежде всего, для Украины. Оттягивается война. Почему-то потому, что Путин продолжает, худо-бедно, продолжать эту войну, убивать мирное население Украины, разрушать инфраструктуру. Вот мы видим, что сегодня происходит опять в том же Херсоне, опять бьют по Запорожью и многое-многое другое. Это против нас, самих американцев, тоже. Во-первых, бьет по имиджу Америки, которая взялась помогать Украине. Во-вторых, по каждому из нас, налогоплательщикам, чем дольше война, тем дороже нам это обходится. Поэтому сегодня нужно помогать Украине не с тем, чтобы она не проиграла, а надо помогать Украине с тем, чтобы она победила. Это разные вещи. Для этого надо быстрее давать то, в чем Украина нуждается. И убедить в этом Китае, что если ты хочешь считать себя мировой державой, покажи себя. Он даже игнорирует телефонный разговор с Зеленским. О каком лидерстве может идти речь? Он игнорирует даже справедливую оценку, назвав Путина агрессором. Он не хочет это делать. Понимаете, это все говорит о том, что мы не являемся для Си угрозой, которая, по крайней мере, может повлиять на его экономику. А мы можем. Мы можем. Более 40% экономики Китая зависит от нас. И от Европы тоже. С другой стороны, мы могли бы продемонстрировать другую свою мощь, приближившись с Индией. Это потрясающий противовес Китаю по многим параметрам. Во-первых, по росту числа населения, а у китайцев оно падает. Это по росту экономики, повторю еще раз, за прошлый год внутренний валовый продукт Индии вырос на 6%. А у Китая всего на 3%. И эта тенденция продолжается. Тенденция снижения экономики у Китая продолжается, а рост экономики Индии растет. Это говорит о многом. Поэтому вот такие рычаги существуют, до чего Байденский администрат не может додуматься. И, к сожалению, некоторые наши республиканцы, которые имеют влияние в Конгрессе, они должны поменять риторику по отношению Америки к Тайваню. В том смысле, чтобы мы смогли успокоить Си с тем, что мы, конечно, не оставим в покое Тайвань, если он будет нападать. Но, с другой стороны, нет угрозы в том, чтобы мы сделаем все возможное, что превратим Тайвань в независимое государство. У нас есть договоренность с Китаем. Америка до сих пор не имеет посольства в Тайване. Америка до сих пор везде считает Китай и Тайвань единым государством, единым народом. Поэтому надо бить вот по этой линии, успокаивая Китай. И продолжать тенденцию в том направлении, что именно торговые отношения экономика, наука и многие другие гуманитарные программы, они должны нас объединять, а не напротив нагнетать обстановку, создавать новые рычаги, новые очаги войны. Вот, например, то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, я уверен, за этим тоже стоят посторонние силы. И то, что Китай сегодня сделал шаг на пути примирения двух лидеров исламского мира, Саудовскую Аравию и Иран, это не приводит к усилению позиций Израиля, единственного демократического государства на Ближнем Востоке. И не делает чести нам, американцам, которые теряют влияние на Ближнем Востоке. Далеко не в пользу демократии, далеко не в пользу мира в этом регионе, а напротив. И вот сегодня атаки, производимые против Израиля, как с севера, так и с юга, они как раз-таки еще более ухудшают мировую обстановку и отвлекают, как американское руководство и европейское, от того желания, от тех возможностей, которые должны были быть направлены на Украину. Помогать именно Украине быстрее закончить эту войну. Напротив, сегодня опять-таки нужно переключиться на Ближний Восток, думать, ой, Израиль виноват, вот он спровоцировал и так далее, то подобное. Все это говорит о том, что плохие дела сегодня на Западе. Запад не поспевает в решении глобальных мировых проблем и только инициатива на местах народов, как Европа, как и Америки, которая является главным рычагом давления на свои правительства, может ускорить победу Украины. Поэтому честь и хвала еще раз великому украинскому народу, ВСУ, которая столько переносит, проливая столько крови, продолжает отстаивать. Тот же Бахмут – это вообще образец нарезки, вы знаете, столько смелости, боевитости, силы воли. Восемь месяцев идет война за Бахмут, и Бахмут все еще принадлежит Украине. Окупации нет как таковой. И при всем том, что на каждого одного потерянного украинского солдата приходится 10 российских. Это данные британской разведки. Вот это очень интересно. И тем не менее, России наплевать на свой народ. Но нам не наплевать на украинский народ. Вот это очень важно. Поэтому, вы знаете, при всем том, что война вступила в последнюю стадию, я уверен, окончательную, она будет победоносной для Украины. И тем не менее, больше волнений в связи с тем, что то количество современных вооружений, в которых Украина нуждается, еще не поставляется. Хотя поток идет, но он опять-таки это струя маленькая. А должна быть река. Вот когда рекой потечет оружие, вот тогда мы сможем уже увидеть в конце туннеля тот свет, который будем называть победой. Поэтому, вы знаете, и в Конгрессе идет, я вам скажу, война дискуссионная между рианными сторонниками Украины. И вот последний приезд Помпео, одного из самых моих, например, тех, на кого я ставлю, например, в победе за президентский стол, дай бог, в ноябре следующего, 24-го года, дай бог, был недавно вот в Киеве, привез большую делегацию с собой и заверил президента Зеленского в том, что победа, помощь Америке непоколебима. Кто бы ни был в Белом доме, и особенно если будет он, например, я уверен в этом, это просто узнать, для нас это была бы та мечта, о которой мы все мечтаем. И это говорит о многом. Много интересных разговоров идет сегодня в Конгрессе, но одно очевидно. Те маргиналы, которые говорят, и слева, и справа, кстати, которые говорят, что война затягивается, давайте искать пути завершения войны. Их голоса невнушительные, они не впечатляют народ, как поддерживал Украину, так и поддерживал. Последний опрос был 69% американцев за неукоснительную поддержку Украины. То есть вот это колебание, оно идет между 68 и 74% за все время войны, вы обратите внимание. Меньше 68% еще не было. Это речь идет о американцах, независимо от партийной принадлежности. Вот, поэтому вот это очень радует, обнадеживает и придает оптимизм. Редактор субтитров А.Семкин